Российский рынок сигарет сокращается. Основная причина – низкая доходность бизнеса, обусловленная высокими налогами и низким заработком граждан. Россиянам, страдающим от вредной привычки, зачастую приходится искать более дешевые сигареты, не обращая внимания на их происхождение. Проблему изучила наш корреспондент Елена Цветкова. Родиной табака считается Центральная Южная Америка. Его культивирование началось примерно одну тысячу лет назад до нашей эры. Индейцы майя первые придумали жевать и курить листья растений табака. Из европейцев первыми это увидели члены экспедиции Кристофора Колумба. Проникновению табака в Европу способствовал монах Роман Пане. Именно он привез в Испанию табачные семена. В конце 16 века курение распространилось на другие материки. Увлечение табаком было настолько сильным, что этому растению стали приписывать якобы лечебные свойства. Табак – это род, который назван Карлом Линнеем в 1753 году в честь французского посла Жана Нико, который впервые привез это растение во Францию, табак во Францию. И по-латински его название звучит – никотиано. Французский посол в Португалии жены Нико был убежден, что табак – это отличное средство от головной боли. И преподнес своей королеве Екатерине Медичи листья и семена табака для бодрости, а также как лекарство от многих болезней, что было, конечно же, заблуждением. Тем не менее, в знак благодарности королева назвала псевдолекарство в честь посла – никотин. Род никотиана насчитывает 66 видов, которые распространены на американском континенте. Это Южные Штаты США, это Центральная Америка и Южная Америка, Австралия и Полинезия. У церкви к этому виду посленовых было совершенно иное отношение. Инквизиция в особенности не приветствовала курение. Считалось, что курящий возносит фимиам – дьяволу. В разные исторические времена закурение могли сжечь на костре или отрубить руку. В Россию табак был завезен во второй половине XVI века, а с XVII века его стали культивировать и в Украине. На Руси при царе Михаиле Федоровиче за употребление и хранение табака могли отрезать нос или вспороть ноздри. Разрешать и даже поочерять употребление табака стали при Петре I, равняясь на Европу. Петр и сам стал рабом этой привычки. В итоге он разрешил ввозить табак из-за рубежа. Считается, что табакокурение у нас привил нашему народу Петр I. Но надо сказать, что именно в Воронежской области, в Воронежской губернии табачком народ баловаться стал до Петра I еще. Это известный исторический факт. Этим занимались, этим промышляли выращивание табака переселенцы в Островожской крепости с Украины. В конце 1880-х годов появились сигареты в том виде, в котором их знаем мы. С появлением машин, производящих сигареты, табачная промышленность стала расти. После начала массового производства сигарет, они стали более доступными и захватили более широкий круг людей. У нас в России наиболее широко встречаются, распространены, используются три вида. И в мире-то, в общем-то, так. Два из них. Это никотиана табаку, он так и называется, табак настоящий. Растение довольно красивое, с красными или розовыми цветками. И никотиана рустика, зеленовато-желтыми цветками. Растение, которое еще называется тютюн или табак махорка или деревенский табак. Вот эти два вида, используются для приготовления табака. Принято считать, что в 21 веке качество сигарет, произведенных в России, ничем не уступает зарубежным. Однако это далеко не так. Процветание контрабанды и нелегального рынка обусловлено спросом на табачную продукцию, которую продают по довольно низким ценам. Такая пачка сигарет по карману любому желающему. В лидерах нелегальных поставок – Белоруссия, Сербия и Объединенные Арабские Эмираты. Цены на качественные сигареты высоки для среднестатистического гражданина не по зубам. В надежде на лучшее народ отправляется в местные табакерки за более дешевыми российскими вариантами. Только никто не знает, что внутри и какую нагрузку придется потерпеть организму. Раньше на сигареты прописывали табак, марк табака. Прописывали, сколько смол никотина, нужно было выбрать. Сейчас везде прописывают системные яды, канцерогены, мутогенные вещества. Единственное, что, наверное, отличает поддельные якобы сигареты от оригинальных – это наличие акцизы. Но, как вы знаете, акциза – это тоже весьма такая своеобразная оценка. О вреде курения стали узнавать с появлением современной медицины. Оно стимулирует развитие тяжелых системных заболеваний. Колоссальный вред табак наносит сердечно-сосудистой системе ежедневно только в России. Никотин уносит около одной тысячи жизней. Примерно 90% смертей от рака легких вызваны употреблением табака. Ученые утверждают, жизнь человека с никотиновой зависимостью на 9 лет короче, чем у его некурящего сверстника. Большинство людей на улице стеснялись рассказывать на камеру о своей так называемой зависимости. Но те, кто преодолели тягу к курению, признались, что в борьбе с ней можно рассчитывать только на себя. И никакие жвачки и леденцы, которые, по большому счету, являются хорошо спланированным маркетинговым ходом, тут не помогут. Мне кажется, зависимости от никотина нет. Есть зависимость от самого процесса курения. В первую очередь и все. Должно быть желание у человека бросить. Будет желание – он бросит. А чтобы кто-то за него, это бесполезно. Не начинать лучше, конечно же. Не привязываться. А это психологическая зависимость или никотиновая? Психологическая, конечно. А как вы бросили? Стало стыдно перед детьми. Манипуляции с составом табачных изделий могут значительно ухудшить здоровье. Миллионов курильщиков сигареты продаются на мировом рынке, как один из самых ходовых товаров. Каждый год приобретается триллион сигарет. Годовые доходы продавцов этого сомнительного удовольствия превышают 400 миллиардов долларов.